Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! В редакции Керченского филиала Крым-24 тоже новогоднее настроение. Вот недавно у нас появилась такая прекрасная елочка, еще одна зеленая красавица стоит у нас в редакции. В общем, мы поднимаем себе настроение, радуемся, загадываем желания, хотя, конечно, самое главное желание – это радовать вас интересными новостями. Сегодня в 19.30 снова будем рассказывать о том, чем живет город-герой. Например, вчера буквально в городе открыли памятник Глебу Святославовичу и Гумену Никону. Чем интересен этот факт? Тем, что, согласно данным исторических источников, в 1068 году князь Глеб шагами по льду по Керченскому проливу измерил пролив и оказалось, что ширина его 14 тысяч сажен. Подробнее об этом расскажем сегодня в выпуске. А сейчас продолжим историческую тему, однако перейдем к событиям не столь отдаленным во времени. Поговорим об исследованиях событий Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний гость – Владимир Симонов, руководитель Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований. Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что недавно вы начали заниматься созданием интерактивной карты от джамушкайских каменоломен в рамках президентского гранта. Расскажите подробнее о проекте. В прошлом году мы получили президентский грант, это третий уже по счету, по которому мы работали, назывался проект «От поиска к военной археологии». Там несколько направлений работы. Два основных из них – это работа в качестве научно-методического поискового центра, то есть обучение поисковиков, уже имеющих некий опыт полевой работы, более прогрессивным, что ли, современным методом работы с учетом требований археологических методик. И второе направление работы – это публикация результатов исследований в местах боев в период Великой Отечественной войны, прежде всего экспедиция от джамушкай, поскольку эта экспедиция базовая для нас, в разных формах. Одна из форм – это публикация научных отчетов о работе экспедиции. Вторая форма – более доступная, интересная, наверное, широкой аудитории – это так называемая интерактивная карта. Она представляет из себя схему каменоломен, на которой обозначены участки, на которой велись работы, представлены какие-то сюжетные фотографии, которые иллюстрируют сам ход раскопок и находки. То есть то, чего обычный зритель как бы увидеть не может ни в музейных экспозициях, потому что не все предметы представляют какой-то научно-музейный интерес, представляют в экспозиции, ну, естественно, не в обычной жизни. Я думаю, что работа достаточно интересная и перспективная. Это только первый этап. Мы пока подготовили карту за период последних 10 лет – 2008-2018 года. Дальнейшая перспектива как бы состоит в том, чтобы охватить весь период работы экспедиции, начиная с 1972 года. Я так надеюсь, что в ближайшее время мы передадим эту карту сотрудникам Всероссийского информационно-поискового центра, которые находятся в Казани, и они найдут возможность техническую, прежде всего, включить в единую базу поисковых работ. То есть, таким образом, результаты работы экспедиции «Ажемушка» станут доступны всем, ну, в первую очередь, кто занимается военным поиском. Это не окончание работы над картой. Повторяю, мы продолжаем и в следующем году, поскольку мы получили на 2020 год еще один президентский грант. Название проекта, в принципе, почти то же самое. От поиска к военной археологии – шаг второй. И, кроме того, мы надеемся сделать еще такую же аналогичную карту захоронений. То есть, там будут обозначены все захоронения, которые были найдены с 1972 года в результате работы поисковых экспедиций. — Владимир Владимирович, расскажите подробнее о самой поисковой работе, о прошлом сезоне, где вы работали, над чем и что удалось найти? — Ну, главная задача нашей организации, которая была продекларирована при ее создании, в том, что мы продолжаем исследование в Каменоловниках. Собственно говоря, этим мы и занимаемся, и наш центр выступает некой такой базой для историко-архивного обеспечения экспедиции «Ажемушкай». Экспедиция довольно крупная. Это самый крупный поисковый проект на территории Крыма. Долговременный поисковый проект, потому что эта экспедиция не прекращалась с 1972 года. Последние годы у нас работает в сезон 60-70 человек. Ребята приезжают из более чем десятка регионов Российской Федерации. В большинстве своем это те, кто уже имеет опыт работы в Каменоловнях. Новичков мы берем в небольшом процентном отношении. Сезон слишком короткий, и некогда там всерьез заниматься обучением. Работа тяжелая, интересная и всегда дает какие-то результаты. К сожалению, последний сезон 2019 этого года был не очень успешным в плане находок, потому что мы закончили фактически многолетние исследования на ряде участков и перешли на новые. То есть фактически велись подготовительные работы. Кроме этого мы проводили учебные экспедиции, опять-таки в рамках работы по гранту. Это в районе Маяка и Никальского работала небольшая группа в июне месяце. И в октябре-ноябре работала группа в районе Бондаренково. В северо-восточной на боевых позициях отдельной приморской армии. Весной тоже довольно такое известное прозвучавшее событие было весной. В апреле 2019 года проводилось на территории Крыма в районе Керчи. Первая студенческая вахта памяти. Наши сотрудники тоже выступали в качестве научного методического руководства этой экспедиции. Владимир Владимирович, большое спасибо за информацию. Я напомню, что с нами беседовал руководитель Крымской региональной общественной организации Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований. Мы обязательно расскажем о том, чем занимается центр в дальнейшем в наших сюжетах. А сейчас, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо, Катя. Мы желаем вам новогоднего настроения. Ну и, конечно же, добрых вестей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.